Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня начальник управления специальной связи информации Федеральной службы охраны России в СКФО Халидбек Алхасов представил главе республики Рашиду Тимрезову нового начальника Центра спецсвязи информации ФСО в Карачаево-Черкесии Валентина Волошина. Правительственная связь была и остается незаменимым инструментом передачи информации. На встрече обсудили комплекс действий по улучшению эффективности совместной работы, в том числе по материально-фехнической базе несения службы на территории Карачаева-Черкесии. Сегодня в ауле Каменомост Карачаевского района в результате сильных ливней частично повреждена опора моста. Обрушение произошло ранним утром около трех часов. На протяжении всего дня около моста находились сотрудники МЧС, работники районной администрации, а также жители населенного пункта. С подробностями Аслан-Гирюгов. Так как в последнее время участились дожди, опора моста сильно ослабла, из-за чего половину дороги смыла. Сейчас движение перекрыто во избежание проблем. Обвал плиты произошел примерно около трех часов утра. На протяжении всего дня на территории моста работали сотрудники МЧС. В настоящее время принимаются решения о необходимых ремонтных работах. Ни для кого не секрет, что в последнее время участились сильные дожди. Именно они повлекли за собой обрушение плиты. Жители аула вспоминают события 2002 года, когда из-за таких же дождей произошло наводнение, которое также повредило мост. Такого еще первый раз вижу. Тут раз тоже смывало его. Построили потом. И вот только спустился с гор, смотрю, позача ходил, с горы спускался, вид был. А отча дочь какой ливень ночью шел. И вот он опять смыл этот мост бедный. И вот люди бедные ходят как мучиться. Все в объезд ездят, люди бедные. Жалко, столько труда ушло. Я живу в ауле Учхулан. Хотел туда ехать. А здесь дорогу закрыли. Вот упал мост. Опора, наверное, слабый был за этого. Говорят, в три часа ночи упал. Думали, что кто-нибудь не пострадал. А оказалось, что такой весь нашли такого человека. Подойдя ближе, можно заметить, как сильно поднялся уровень реки и с какой силой она течет. Помимо сотрудников МЧС, работу проводили и сотрудники Следственного комитета. По данному факту была организована и проведена доследственная проверка. К сожалению, не обошлось без жертв. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения машины с моста. Вскоре тело погибшего было найдено ниже по течению около другого поселка Мара-Айары. В настоящее время выполнен осмотр места происшествия. Работают следователи, криминалисты Следственного управления и сотрудники МЧС. В результате поисковых мероприятий при выезде в поселок Мара-Айары обнаружено тело погибшего мужчины. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям должностных лиц. Данный случай показывает, насколько разрушительной может быть стихия, которая в любой момент может привести к непредвиденным последствиям. Работники администрации АУЛ Каменомост, а также администрации Карачаевского района напоминают, что на данный момент дорога перекрыта, и движение осуществляется через АУЛ Саратюз, из-за чего нужно заранее планировать маршрут. Аслан Герюгов Расул Бердиев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Как сообщают в оперативном штабе Карачаево-Черкесии, сегодня в республике выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 21 030 человек. Из них 20 393 выздоровели, 453 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Напомню, в Карачаево-Черкесии активными темпами идет вакцинация населения, а также углубленная диспансеризация. Порядка полутора тысяч жителей, переболевших COVID-19, восстановили свое здоровье в Республиканском лечебно-реабилитационном центре. Какими полномочиями наделены коллекторы и как защититься от их произвола? В июне вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором предусмотрен ряд изменений в сфере регулирования прав и законных интересов физических лиц при возврате просрочной задолженности. Какие изменения произошли в сфере контроля за работой коллекторов, вестям рассказал замедитель главного судебного пристава Карачаева-Черкесии Азамат Кишмахов. Они могут обратиться в службу соединенных приставов при выявлении в отношении них правонарушений не только коллекторскими организациями, но и всеми остальными. Коллекторские организации, микрофинансовые либо кредитные учреждения. Нарушением права будет являться частота общения с гражданами тех же организаций, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности, то есть работниками коллекторских либо кредитных учреждений, либо микрофинансовых учреждений. Все эти условия предусмотрены 230-м федеральным законом. При допущении нарушений, соответственно, мы будем уже привлекать к административной ответственности. Можно обратиться к нам в управление, город Черкесск, улица Кавказская, 19, направить нам письменное заявление, либо по номеру телефона в городе Черкесске 21 39 13. Можно записаться на личный прием посредством сервиса, личный прием на сайте управления, либо направить заявление на электронный адрес, который точно также находится на сайте управления. МЧС информирует, сегодня до конца суток, а также 6-7 июля, местами на территории республики ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом и шквалом до 22-27 метров в секунду. На реках подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Полную картину погоды на завтра дополнят наши синоптики. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 22-27 метров в секунду. Ветер северо-западные 5-10, температура ночью 11-16, в горах 5-10, днем 23-28 и в горах местами 16-21. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер северо-западные 5-10 метров в секунду, температура ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Лучших сотрудников ГИБДД Корочаев-Черкеси наградили за профессионализм в честь 85-летия со дня основания госавтоинспекции с торжественным мероприятием Корча-Биджеев. В истории ГИБДД отражен каждый день беспокойной работы сотрудников с честью выполняющих свой профессиональный долг. На территории Российской Федерации отмечается годовщина образования службы Государственной автомобильной инспекции, которая ведет отчет с 1936 года со времен СССР. На сегодняшний день у нее другое название, но главные задачи не изменились. Это героические поступки и неординарные решения, которые приходится принимать сотрудникам ежедневно. Труд работников этой профессии нелегкий. Буквально каждую минуту приходится предотвращать автоаварии и спасать жизни. К 85-летию было проведено торжественное мероприятие, на котором наградили особо отличившихся сотрудников. Также чествовали ветеранов. Минутой памяти почтили инспекторов погибших при исполнении служебных обязанностей. Хотелось бы с особым чувством вспомнить всех наших коллег, которые погибли при выполнении служебного долга. Я хотел бы пожелать в этот день ваш профессиональный праздник всему личному составу, ветеранам подразделения, членам ваших семей, родным, близким, крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного благополучия и счастья. С праздником! Спасибо за службу! Всего наградили 34 сотрудника. Благодаря профессионализму и трудолюбию работников выполняются все поставленные задачи. И это чествование лучших специалистов, на которых всегда надо равняться, отметил министр внутренних дел республики Александр Мельниченко. Прежде всего, хотел бы пожелать и коллегам, и всем участникам дорожного движения безопасных, качественных автомобильных дорог здоровья прежде всего им, их близким, семьям. И, как я уже повторяюсь, чтобы наши дороги именно на территории Карачао-Черкесской республики были самыми безопасными в Российской Федерации. После вручения наград сотрудники ГИБДД приступили к исполнению своих обязанностей. Ведь за годы существования этой службы неизмеримо увеличились автомобильные потоки. Интенсивность движения усиливается, инспекторам приходится работать еще усерднее. Ведь они по-прежнему на боевом посту, способны решить любую проблему. Карча Биджиев, Роберт Жигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Как познакомиться с техникой вышивания, лепки, плетения? Для всех желающих художественной галереи Черкесска студент отделения ДПИ и колледжа культуры и искусств в течение 10 дней проводили мастер-классы. В рукотворной красоте прикоснулась Шерифат Лепшокова. Четверокурсница Снежана Лукьянова с детства мечтала вышивать золотыми нитками. В колледже ее мечта сбылась. И не только это. Студенты получают образование по 14 специальностям. Но к золотому шитью не особенное пристрастие. Снежана всем желающим показывает азы этой непростой науки. Вышивает она двумя нитками. В целях экономии раньше мастерицы оставляли золотую нитку сверху, а черную снизу. Эту технологию сохранили и по сей день. Девушка рассказывает, на вышивку одного орнамента при усердной работе уходят до недели. Как я говорила ранее, вышиваем мы двумя нитками. Черная и золотая. Черная нить у нас находится под низом, а золотая сверху. Вышиваем мы иголку под... Иголка у нас наискосок. Чтобы она была четче, выразительней, мы голову под наклоном. Держим под наклоном. Мастерицы признаются, за 10 дней, в течение которых они показывали мастер-класс, сами тоже кое-чем учились. Методики преподавания. Чтобы научить новичка, нужен особый талант. Доходчиво все объяснить. Судя по тому, с каким интересом люди посещали занятия, у девушек все получилось. Вероника Ибрагимова учила лепки. Было не так-то просто работать с маленькими скульпторами, но работа была ей в радость. Скульптура, она неотъемлемая часть искусства. Она позволяет нам не только увидеть, но и прочувствовать весь объем фигуры. А как научиться плести тесьму? Диана Беремкулова знает все премудрости этого дела. Секрет ловкости рук. Кажется, эта девушка может сплести все, что угодно. Деляясь своим опытом обучения, она рассказала, что самые любознательные на мастер-классах, конечно же, дети. Хотя моторика у них еще плохо развита, но неподдельное старание перекрывает все недочеты. Мне на первом курсе нравилось это плести, поэтому я решила, что я хотела бы показывать тесьму на мастер-класс. Принять для одежды. Украшения. Да, вот украшения, как фенечка на руку. Примечательно, что 10-дневный мастер-класс проходил в стенах художественной галереи, где были выставлены работы выпускников отделения ДПИ за последние два года. Посетители могли не только что-либо изготовить, но и познакомиться с изделиями, выполненными руками молодых мастеров. Без преувеличения, каждая работа – произведение искусства, научиться которому нужны коты. Но мастер-классы студентов отделения декоративно-прикладного искусства могли помочь всем желающим познать азы этого нелегкого труда. Шерифат Лепшукова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Региональной комплексной спортивной школе «Победа» в Воджигуте присвоен статус детского футбольного центра. Это позволит создать в республике эффективную систему спортивной подготовки юных футболистов. Обучение и повышение квалификации тренеров, приобретение инвентаря и комплектов оборудования для оснащения малых футбольных площадок, замена искусственного покрытия футбольных полей. Это и многое другое будет реализовываться в рамках деятельности детского футбольного центра, отметил глава Карачаева Черкесии. Для республики это огромный и важный шаг на пути развития регионального футбола. Улучшится инфраструктура, будет вовлечено максимальное количество ребят, желающих заниматься этим видом спорта на высоком уровне. Также у них будет возможность участвовать во всевозможных всероссийских футбольных соревнованиях. В городе Орел состоялись всероссийские соревнования «Юность России» под дзюдо среди юношей и девушек, в рамках которого наш земляк Ибрагим Гачияев стал победителем весовой категории 50 килограммов. Министерство физической культуры и спорта сообщили, что он будет представлять нашу страну на всемирных школьных спортивных играх в Сербии. Напомню, тренерами спортсмена являются Белял Байчоров и Амит Айбазов. Таким был понедельник Карачао-Черкесии, а прямо сейчас первые серии фильма «За счастьем». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова